Субтитры создавал DimaTorzok 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 там две ядовитые змеи, это сокровище, начали жаловаться, почему, потому что это позвали кого-то, который, тот, который, который захватил этих змей, попросили, чтобы они отпустили их, отпустили эти змеи, а они опять приползли, приползли туда же, к этому сокровищу, которое они храняли, то есть здесь опять в этой истории показывается, что насколько привязанность в этом материальном мире сильна, что снова и снова, даже из рождения в рождение, рождаясь в разных воплощениях, мы возвращаемся к тому, к чему мы были привязаны, были в своих воплощениях. Нараджи спросил Кайлаша, ты действительно желаешь совершать бажан и со мной отправиться на Вайкунфе, когда Кайлаш, он увидел это все, то есть он увидел, что Нарадариш, он показал ему все его будущее воплощение, и когда он увидел, что с ним произойдет в будущем, его воплощение и так далее, Нараджи, он показал ему с помощью мантер, он впрызгнул его водой, и он увидел это все, и когда он увидел все, что с ним произойдет в будущем, он был в согласии, он сказал, «О Нараджи, ты являешься моим спасителем, я, конечно, согласен совершать бажан и отправиться с тобой на Вайкунфу». Почему он реализовал? Я столько жизней потратил, и на конце концов я нашел Садусангу и возможность общения с тобой, своим духовным учителем. Вы знаете, материальные привязанности, они настолько сильные, и настолько... Поэтому ни к чему не привязывайтесь, ни к чему не привязывайтесь материальным миром, постарайтесь, постарайтесь развить привязанность к лотосным стопам Господа в этой шлоке объясняется. Тогда вы будете спасены от страданий в этом материальном мире. А если вы не будете следовать, если вы достигнете меня, вы достигнете моей тхам, и никогда уже не вернетесь в этот материальный мир, здесь подчеркивается значимость Садусанги. Саду. Вы пришли в этот мир по какой цели? Совершать Садана Баджан и развить ни с чем не сравнимую привязанность к лотосным стопам Чигуру и Вачнаву. А иначе вы постоянно будете находиться в этом колесе рождения и смертей Нараджи. Он сказал об этом Шивя Садеву, рассказав эту историю о Кайлаше. И он сказал, что во многих священных писаниях описывается, где-то говорится о том, как нужно вести греха с халаев, а некоторые священные писания превосглашают отречение. Но на самом деле, что является самой важной практикой это обретение Бхакти? Ты должен описать, что Кришна является верховной личностью Бога. И совершая Бхаржан, что Кришна является конечной целью жизненного существования. И он сказал, что Кришна является верховной личностью Бога. И Шивя Садеву, Нараджи также сказал, обратился к Шивя Садеву, что далее объясняется в этой шлоке. Нараджи сказал, до тех пор ты... Почему? Потому что для того, чтобы описать качество Гуну, имя Кришны и его лила, он также связан со своими спутниками и также с преданными. И поэтому ты должен... Здесь также подчеркивается... И как Кришна, Он Сам говорит, что даже если кто-то просто предложит мне листочек, воду или что-то совсем, я с любовью приму. Поэтому тот, кто совершает Бхакти-Тармо, даже в маленькой пропорции, и если он отклонится от духовной практики, в этом нет ничего такого очень серьезного. Почему? Почему? Следующее воплощение, то, с чего вы закончили в этом, вы будете продолжать. Этот духовный запас, подобно этому, он никогда не утрачивается. Как, например, и если взять... Как этот разгоревший костер, который с помощью ветра, и также если в него вливать ги, он разгорится, и это пламя будет очень большое. Из-за того, что пламя, это пламя, оно будет восгораться все еще больше. И это можно сравнить с тем, что это непотушимый костер, это пламя, которое постоянно горит. И один случай произошел с одной мышкой, которая случайно погибла от того, что этот фитилек, который был предложен Господу, она обожглась, и она таким образом оставила тело. Но после этого эта история существует. Она пришла к следующему воплощению, она пришла как принцесса, и она совершала саданабаджан. То есть даже маленькая самскара, впечатление, которое обретается сознательно и бессознательно в служении Господу, оно явится большим благом для того, чтобы в следующей жизни обрести более благоприятное положение для служения Господу. И поэтому Шри Нарадариша сказал, «А ты прославил Кришну о том, как Кришна играет со своими друзьями». Иногда Шри Дам побеждает его и говорит, «Кришна, теперь ты лошадка, ты должен везти меня». И он усаживается на Кришну, и Кришна везет его. Ты написал об этом? Ты написал, как мама Ешода, она привязывает Кришну к ступе. На самом деле она покоряет его своей любовью. Кришна подобен маленькому мальчику, он плачет, испугавши свою маму. Что Кришна, он постоянно находится под контролем своих преданных. Поэтому если ты напишешь об этих садостных деяниях Господа, тогда ты почувствуешь счастье в своем сердце и покой. И тогда Шри Весадев сказал, «Каким же образом я смогу описать все эти прекрасные лилы?» И тогда... Как, например, когда духовный учитель, он рассказывает ученике о том, как он начал свою духовную жизнь, как он пришел в храм, как он начал поклоняться так уже, как он начал обретать настроение Бабхе в своем сердце. Все, что Города говорит, он говорит на своем соседном опыте, то, что он реализовывал с помощью Саддана Баджана, так он также Шри Весадев. Он начал рассказывать историю о своей собственной жизни. Человечного Чакра Адитакур далее, рассказывает, объясняет. Каждый должен слушать Хари Кадху, находясь в Саду Санги. Только Сад Санга, она снабжает всем необходимым. Если желание появляется в служении Господу, то тогда общение с преданными, с помощью которой можно обрести Бабтия. Мы слышали уже в течение некоторого времени о том, как однажды эта история связана с царем, который слушал Харикатху, но не было никакого отречения, в сердце не приходило. Потому что источник, из которого он слушал Харикатху, не вдохновляло его сердце. Почему? Потому что тот, кто рассказывает Бхагаватам, не находится в чистом настроении Бабтия. И не слушая такого вида Харикатху, вы не обретете блага, духовного блага. Если вы слушаете из правильного источника, чистого источника, то автоматически придет отречение от материального мира. А если вы слушаете из неверного источника, наоборот, появится большое желание, и также материальное желание будет увеличиваться. И все то, что касается материального, будет очень интересовать. Поэтому, когда Шунака Риши совершал Арадану, о чем он просил, когда обрел Даршан, то есть не Шунака Риши, а Кардамуни Риши, когда он совершал Аскезы, и Брахма явился, и о чем он попросил его, чтобы исполнить его желание. Это же Евасадев начал рассказывать. Если в материальном, и он сказал, что в материальном мире, в материальном мире, следующее, что сам Господь придет в твою, придет в твою семью в качестве сына. И если, например, кто-то услышит, что если ему кто-то скажет о том, что его ждет такое благо, как он будет себя чувствовать при этом? Общение с Господом и преданными, каким образом обретается? Вот в этой шлоке объясняется, что по милости Господа... В общении, в общении тех, которые служат Господу, оно невозможно через совершение Тапуасии. Нараджи рассказывал свою собственную историю. В предыдущей Калфе, каким образом он был Дасио Путра, как во время Чатурмасии, как Шичитане Махапрабу, он пошел на юг Индии и оставался в доме Гапалбатакасвами в течение Чатурмасии. Он оставался на одном месте, как и многие святые, которые путешествовали. Такие были правила. В течение Чатурмасии они оставались на одном месте. Как, например, в крае программы, как она идет, как вы, например, находитесь в одном месте сначала с утра, посещаете Мангала, райте, затем воспеваете святые имена, затем время класса, затем принятие просада, служение и так далее. И когда на одном месте находясь, это очень большое благо. И также раньше, как в Чатурмасии, также есть определенные ограничения на употребление помидоров, баклажанов и так далее. То есть существует правило определенное во время Чатурмасии. Когда и тот, кто путешествует, если он в этот момент передвигается повсюду, мы очень трудно следовать всем этим правилам во время Чатурмасии. И поэтому эти четверо кумаров, которые пришли в эту деревню, где находился Нара Дариши, являясь сыном служанки, они остались в этой деревне. И тогда мама на Нара Дариши подумала, она подумала, что очень хорошо, если я могу послужить этим святым и сделать все для того, чтобы приготовить очень достойный просад. И таким образом она подумала, что я сама могу принимать его и кормить своего сына. И она начала приходить каждый день для того, чтобы служить этим святым. Когда мама служит, точно так же сын, который находится рядом, он, видя мать свою, он так же многому учится. И Нара Дариши, он сказал, «Ко мне пришло удивительное озарение в тот самый момент, когда я встретился с этими святыми». Обычно, куда вода стекается, там, где есть отверстие какое-то, какой-то резервуар туда, туда стекается вода. И поэтому Господь, Он совершенным образом, равна всем проливает свою милость. Но кто в состоянии удержать эту милость? В действительности, это место, которое является резервуаром милости, оно находится не повсюду. Это очень редкое, редкое место, куда стекается милость. И поэтому Нара Дариши, чтобы объяснить, что такое милость Господа, он начал рассказывать свою историю, что какие качества и что нужно, необходимо для того, чтобы обрести эту милость. И постепенно, рассказывая историю своей жизни, он начал говорить на эту тему. Однажды он далее продолжил. Нара Дариши сказал, я был в то время еще совсем маленьким мальчиком, но мой ум, он был, он был более, как обычно, зафиксирован на том, что я увидел, я услышал киртаны, я начал слушать харикат-ху, и мой ум, он так привлекся, и он стал очень зафиксированным, стабильным. И у меня появилось желание слушать харикат-ху с искренним желанием. И поэтому я очень мало общался и старался сфокусировать свой ум на слушании харикат-хи. И также особое качество. Это настроение служения стало появляться, это желание стало появляться в моем сердце, и слушать харикат-ху. И из-за того, что я начала также служить этим ващнавам, и также уложила сильное желание слушать харикат-ху таким образом, эти святые, они стали очень сладостно относиться к Нара Дариши. Они говорили в адресе меня, он такой хороший мальчик, он никогда никого не беспокоит, он настолько внимателен, и они одобряли меня. И поэтому Нара Дариши дали продолжение. Если ты желаешь достичь высшего совершенства жизни в бахте, совершая духовную практику, ты должен следовать этим принципам, находиться в Садусанге и слушать харикат-ху. Зачем понять, вот, что ж, она с Fahrкой Милость 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 Она также имеет два особых, как, например, Прохлад Мухарадж и Барат. Прохлад Мухарадж, который давал наставления своим одноклассникам, вот в этой шлоке, где он объяснял им это учение, которое Прохлада Мухарадж давал этим... И то милость, и те наставления, которые он давал, они не находили еще той почвы, то есть те, которые слушали его, они были неквалифицированы. И до тех пор, пока мы не обретем общение, общение со святым, с Расиком Вачнавом, который, слушая харикатку которого, происходит очищение сердца и так далее, И, следуя принципам Бахти, мы достигаем конечной цели жизни, поэтому это самое важное. Это не то, что достигается с помощью тапаси или же каких-то принципов йоги и так далее. Это лишь только обретается, если тот, кто настолько удачен, он обретается, то санга. И далее, как Нарадариши объясняет на примере дождя, как дождь, когда проливается, он повсюду проливается одинаково. И точно так же Господь, он так же милость, он одинаково раздает. И этот путь, который указывается, Это все, как каким образом совершать этот процесс и как достичь. И когда однажды я услышал, тот, кто желает обрести Бхагават Бхакти, он должен действовать тремя путями. Здесь превосглашается, что является тем, что Нарадариши далее продолжен. Если следовать тремя путями, это очень большое благо для достижения Бхакти. Это вода, которая омыла лотосные стопы Вайшнава. И это дать им остатки Махапрасада, чистого преданного. И также третье, это пыль его лотосный стоп. И святые, с которыми общался Шинарадариши, они были очень возвышенные. Какого вида саду говорится в этом случае? О каком уровне саду? Девять симптомов Бхакти. Тот, кто обретает Бхакти, описывается девять симптомов, которые сопутствуют Бхакти. Первый – это шантия. Это полный покой и миротворение. И ничего не сможет обеспокоить ум того, кто совершает Бхаджан. Затем второе – это желание не потерять ни одно мгновение, совершая Бхаджан. Веракте третье – полностью отречение от материального. Это третий симптом. Это то, что благоприятно принять, а то, что не благоприятно для развития Бхакти, решительно отвергнуть. И то, что относится к Хари Гуру и Вашнавам, вы должны это принять. Это не так, как Хари Гуру и Вашнавам. Например, Гуру скажет или Вашнавам, ты должен слушать Хари Катхута. Он дает наставление, но тот, кто слышит, он не следует этому. Это не является симптомом, все симптомы, которые упоминаются, это святые, которые обрели эти качества уже на уровне Пхава Аваста. И поэтому Нара Дариши, он далее продолжал. Я настолько... И однажды я увидела, что святые, они приняли Прасаду, и у меня появилось большое желание попробовать остатки их Маха Прасада. И они оставили на своих тарелочках остатки Маха Прасада, и я спросила их, могу ли я принять их. И они позволили мне, и я принял остатки хищи этих чистых преданных. Я почтил Ина Раджи, он далее продолжил. О, Ясада, в этой действительности, правда, настолько слава Маха Прасада, и она совершенно безгранична. Ее невозможно описать. И лишь только один раз я принял остатки этих чистых святых. В этот момент я почувствовал ручье, трансцендентный вкус в моем сердце. Вы знаете, это уже шестая стадия Бхакти, начиная со Шрадхи, Садусанга, Баджи, Накрия, Нардханеврити, Ништа, и затем ручье. Но Нардариши, он единственный раз попробовал остатки Прасада этих чистых преданных, и он обрел ручье. Сильный, сильный, трансцендентный вкус. Мы также принимаем, мы также принимаем Маха Прасада преданных. Но что происходит с нами? Мы на самом деле не находимся в том правильном настроении, принятия, принимая. Когда Гуру и Лаишнавы оставляют Прасад, мы думаем, а где же тут панир? А где тут что-то очень сладенькое, что мне больше всего нравится? Поэтому вы должны обрести вначале очень сильную веру в служение Прасаду. Второе. Остатки Маха Прасада, которые вы принимаете, он также должен сопутствовать тому, что эти остатки Прасада оставил чистый преданный, очень высокого класса в Айшмах. И Нардариши, почему он испытал эти симптомы, ручье, которое проявилось, потому что у него было настроение служения, и также очень большая вера в Маха Прасад, чистого преданного. И он следовал всем наставлениям, и также он получил разрешение от святых, и поэтому Прасад, он произвел такое впечатление, такой эффект на Нардариши, и имеет такое могущество. Почему? Потому что все эти факторы, которые раньше я объяснила, они присутствовали. Это были возвышенные, чистые, преданные. Вы знаете, что им подсказывают про Калидас. Калидас, вы знаете историю, связанную с Калидасом. В читании Чиритаврития вы можете найти описание, как Калидас, каким образом он принимал остатки, которые оставляли Вайшнавы, спутники, сочетания Маха Прасад. Этот Нардариши, он был в низкой касте, принадлежал, но Калидас, он принадлежал к высокой касте, и у него была также ни с чем не сравнимая сильная вера в Маха Прасад. Шинарадариши, он был из низкой касты, и совершая Саданабожину, Господь, он достиг всего. А Калидас также, он постоянно, желание у его сердца было почтить остатки пищи, которые оставили Вайшнавы. И он думал, как же этого мне достичь. Он каждый день решил покупать манго, приносил в дом Вайшнавы. А затем он отдавал и ждал, спрятавшись на улице, он, когда предложат это манго, затем почтят его, и то, что останется, когда они выбросили это специальное место на улице, он смог попробовать этот красад. И когда это происходило, он ждал. И затем, когда кожура у манго, и все остальное, что оставалось, он брал, и он почитал это с такой верой, любовью, с такой большой, ни с чем сравненной верой. И сам читание Махапрабу является антрадьями, который находится в сердце у каждого, и он знает, что происходит. Читание Махапрабу, он шел в Джаганат храм, он увидел этого Каледаса, и когда он вошел в Джаганат Мандир, и затем он сказал Говинде своему слуге, чтобы он оставался, и он, как бы, чтобы от Чиринамрита, он сказал, что ты не должен никому, потому что все очень хотели принять Чиринамриту, от читания Махапрабу, читания Махапрабу он не любил, и он сказал, что я никому не позволяю, чтобы кто-то приказал к Чиринамрите, которая иметь свода, которая мыла его стопы. В Гуниче Мандире, вы знаете, когда Читание Махапрабу убирал этот храм, накануне Радхаятры, в этот особый день Гунниче, Гунниче Моржина происходило, и один преданный, преданный, он взял воду, полил лотосные стопы Читания Махапрабу и принял, и принял этот, этот Чиринамрит лотосных стоп, Читания Махапрабу, Читания Махапрабу так разозлился на этого бенгальского преданного, и он стал кричать на него, и сказал Сваруте Дамодару, чтобы он выгнал его из храма. Но на самом деле, Сваруте Дамодару сказал хорошо, и когда он выбил этого бенгалия из храма, он был очень доволен, очень доволен тем, что он смог, но Читания Махапрабу, он всегда очень относился к этому, когда он шел в Чаканад храм, он всегда омывал свои лотосные стопы, а Каладас Кришна, Каладас Кришна Дас, он находился рядом в этом, но Читания Махапрабу никому не позволял прикасаться к Чиринамрите. Но в этот момент, когда Каладас, он подошел и подставил свои ладони, и взял эту воду, которая омывала его стопы, и принял, но Читания Махапрабу ничего не сказал, и он сделал это три раза. И когда в четвертый раз, когда он уже пытался сделать еще раз, взять эту Чиринамриту, он сказал, что ты все достаточно, и он не позволил ему. Иногда мы показываем Вашнавам, какую мы веру имеем в Прасад этого Вашнава, но мы на самом деле, но как Каладас, как он принимал Прасад, он никогда не показывал никому, что он принимает остатки Махапраба, Прасада этих Вашнавов. Он ждал, и с большой терпением он ждал, когда вот эти остатки Прасада он может почтить, чтобы никто не видел, в настроении очень сильного смирения. Поэтому кто имеет вот это настроение, которое испытывал Каладас в служении Махапраба, Прасаду чистых Вашнавов, кто будет следовать этому настроению, и это настроение проявится в сердце такого Вашнава, то тогда он сможет обрести то же самое, что обрел Каладас. Какое же учение в читании Махапраба хотел показать в этой истории, связанной с Каладасом? То, кто желает обрести Бхагават Бхакти, он должен следовать этому пути, следовать этим трем принципам, которые могут даровать Бхакти. Находясь в правильном настроении служения Вашнавам, служения в воде, которая омыла лотосные стопы Господа, служения Махапраба, который оставил чистый преданный у себя на тарелочке, также, когда мы принимаем лотосную пыль Вашнава. И затем Радариши, он начал продолжать далее историю своей жизни. Пришло время, когда Четурмайса закончилась, просто общаясь со святыми, находясь в саду Сланги, мы испытываем такой восторг в сердце, что в этот момент, даже глядя на ворону, она нам покажется кукушкой, и что-то еще второе сравнение. И когда ворона... Вы знаете, что вороны, они каркают очень неприятным голосом, а кукушка, она кукует очень мелодично. И поэтому вороны, они здесь сравниваются, здесь в этом примере, с мирские разговоры, которые ведутся в материальном мире, они похожи вот на это карканье вороны. То есть эти мирские разговоры, связанные со семьей, с семьей, с работой и так далее, а с другой стороны, отхуждение, Господи, матхурам, матхурам, она настолько мелодична. Подобно тому, как поет кукушка. Матхурам, в общении с ваишнавами, слушая Кришна Катху, и слушая, и также участвует в Кришна Киртане. Харикатха Киртан, которые переполнены анандой, это счастье, веселье. И таким образом жизнь, она проходила вот в таком качестве для Нарада Риши, четыре месяца в Четурмассе. Но когда Четурмассе закончилось, и святые были уже готовы уйти, он начал плакать и просить, «Пожалуйста, возьмите меня с собой, как я могу жить, мне никакого смысла нет в этой жизни, как я могу жить без Бхагаваткадхи, без обсуждения этих возвышенных духовных тем, что же мне делать? «Пожалуйста, возьмите меня с собой». Нараджи он далее рассказывал. Я был единственный сын моей матери, и моя мама, она имела такую любовь и привязанность ко мне. И моя мама чувствовала, чувствовала очень большую, чувствовала, испытывала большую любовь ко мне. Она постоянно держала меня на колени, и говорила о будущем. Она обращалась ко мне, когда ты вырастешь, женишься, когда невестка придет в дом, я ее очень красиво буду наряжать. Эти звуки этих браслетов и ножных колокольчиков, они будут раздаваться постоянно в доме. Я ответила, «Мама, почему ты говоришь на эти темы, материальные темы? Они совершенно бесполезны. Они не приносят мне никакой радости». И я, когда уже был готов отправиться со святыми, моя мама также не позволила мне это сделать. «То, кто совершает бажан Господу, Господь, Он сам говорит, и тот, кто приходит для того, чтобы совершать божан Мея. Я все привязанности, которые они испытывают в материальном мире, я разрушаю. и если они не смотрят ни на что, не покидают моих лотосных стоп, я сам покоряюсь сердцу такого преданного и сам готов служить Ему». Он говорит, Субтитры создавал DimaTorzok 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 вида про кашу. Когда это И так же здесь в этой шлоке объясняется возраст Кришны в его Бали в Пауганде и так же в Кишоре формы. Когда, ну как обычно, как Кришна с одного до пяти лет он проявляет Бали детские лилы с пяти до десяти Пауганда это подростковый возраст Кришны и затем с десяти до когда Кришна то есть Кишоре далее Кишоре его юношеский расцвет его возраста, когда Кришна Кришна отношения с Ешодой связаны с Бали Лилой его отношения с друзьями связаны с Паугандой Лилой а его отношения любовные отношения с Раджагопи связаны с его Кишоре формы и так же имеется и так же объясняется имеется так же Кришна Кришна первая инкарнация Кришны это Баладеха Прабху Баладеха Прабху одновременно с этим он проявляет себя как Санкаршан затем Мула Санкаршан Мула Санкаршан Муха Санкаршан затем Крандакаша Вишну Карбадакаша Вишу Кширадакаша Вишну последнее проявление это Ананкашаша поэтому это Далее Затем также здесь он объясняет о положении Брахма который может быть занят Джива который сам Господь он назначает на этот особый пост и так же в отношении с Шиваджи иногда Шиваджи положение Шиваджи принимает возвышенная Джива иногда сам Господь он принимает этот пост Шиваджи Господь Господь Он принимает Он распространяет себя в инкарнации для того чтобы согласно времени и места обстоятельств по необходимости приходит инкарнация которая устанавливает принципы Дхармы в определенный момент когда это необходимо например как Нарасимха как Ширам и так далее Затем Шахтовеш Аватар Яскуруш Аватар Затем Шахтовеш Аватар Вы знаете мы не можем пересчитать сколько инкарнаций инкарнаций Господа их бесчисленное количество Если например вы посмотрите посмотрите на гладь озера или труда но мы не можем мы не можем мы не можем пересчитать сколько сколько содержится воды в этом озере сколько капелек воды или что-то в этом точно так же как бесчисленное количество звезд тоже так же такое же количество инкарнаций но Жадев Госвами он упоминает 24 инкарнации которые которые обычно объясняются в Шимат Багаваттам и так же вся катха когда когда Махабхарата была проявлена катха и последнее сражение между Пхимом и Дурьодана которое явилось последним на поле Куркшетра и когда Пхим он победил Дурьодана и поэтому почему Господь почему почему вся эта удивительная война началась и к чему это лило каково учение Господь хотел даровать в этом особом особой лиле потому что кто против моих преданных если кто-то против меня это ничего но если кто-то против моих преданных я накажу их я не смогу терпеть никакого неподобающего отношения к моим преданным это же как дальше читание Махапрабху, когда он принимал форму инкарнации Господа, он также подтверждал того, что преданные для меня настолько дороги, и я всегда буду защищать их. Так же, как Кришна защищал своих преданных, находясь на поле сражения Куракшетра. Куракшетра был очень-очень несчастен, а с другой стороны, Пандавы. И они также были несчастливы, потому что все они были большой семьей. И эта война, которая произошла, должна была произойти, и откладывала на них особое впечатление. Когда Наракасур, когда Вархадев освободил землю, от прикосновения с Вархадевом земля, она произошла как бы того, что она... как бы произошло плодотворение, и земля первым сыном, который являлся Наракасур, демон, который являлся сыном. И когда притрявил Деви и его мать, я сказала, она сказала, когда я была на дне, на дне океана, я ничего этого не видела. Теперь я вижу прекрасную землю, сады и беседки. И тогда Господь сказал, это божественный вред, но когда Наракасур, он являясь как бы непосредственным сыном Господа, самого Вархадева и притряви, из-за того, что он имел плохое общение, он обрел демонические качества. И общение со святыми, он у нас дарует большое благо для каждого. Но одновременно с этим вы должны опасаться аппарат. И поэтому даже общение со святыми, они также благоприятны и для демонов. Но тот, кто имеет общение с демонами, то его умностроение совершенно образом поменяется. Наракасур, находясь в общении с демонами, он совершенно обрел противостояние по отношению к Кришне. Когда и Господь убил этого Наракасура, демона, И когда Господь, Он пришел для того, чтобы освободить 16 тысяч царевин, которых захватил Наракасур, ему нужно было разрушить 7 препятствий, каких-то особенных покрытий Майи. Он должен был разрушить их, прежде чем сражаться с Наракасуром, убить его, и затем освободить этих царевин, в конце концов, которые стали его женами в двороке. Сейчас он начинает рассказывать о Махаппарате, о том, как Арджун и Пандава они сражались здоровыми. Был один слон, который был очень опасен и очень могущественен. Он когда шел, все боялись, разбегались. Арджун подумал, как же убить этого слона. Но по милости Кришны и по вдохновению, которое Кришна даровал ему, Арджун взял одну стрелу и она пронзила это тело слона. Эта стрела, которую выпустил Арджун. Арджун. Арджун.